Студия Анна Лапшина, здравствуйте. У микрофона Ольга Балезина. Меня зовут Мария Кожевникова, и это новость. Очевидцы. Очевидцы. Десять лет в Кирове. Десять лет в Кирове. 12.06. Это действительно программа «Очевидцы». Мы с Ольгой Балезиной в нашей студии. В нашей студии мы два раза в месяц вспоминаем те события, которые в Кирове случались за последние десятилетия. Именно поэтому, очевидцы, не только мы с Ольгой, но и те люди, которых мы будем подключать в эти наши эфиры, в эти наши программы. Да, почему 10 лет? Потому что столько лет существует наша радиостанция в Кирове. Наша радиостанция вещает в Кирове, да. И помашем нашим зрителям в Инстаграме сейчас. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, во всех соцсетях. Год 2011. 2011 год. Вспоминала я вроде как бы недавно. Это всё было. На самом деле очень уже много стёрлось. И это вообще повод, наверное, подумать о нашей памяти, о том, как мы её... Засоряем? Засоряем, да. И как она видоизменяет многие события, и именно какими мы их потом видим спустя годы. Иногда эти картинки довольно-таки разные. Ну да. Давайте мы сначала такой дайджест сделаем по тем событиям, главным событиям 2011 года, которые мы вчера силами редакции вспоминали. Да. Помните ли вы, слушатели наши, да, такое? Да. Январь 2011 года сбили Алису Суворову. Я думаю, что это громкое ДТП, наверное, в памяти ещё у всех осталось. Да, девочка, я была 13 лет, она шла в школу, перекрёсток Карла Маркса и Милицейской. Было вынесено решение судом о том, что виновна в смерти ребёнка водитель троллейбуса Марина Нагина. Её осудили на два с половиной года колонии-поселение. Несколько раз женщина подавала ходатайство об условно-досрочном освобождении, но суд ей отказывал в этом. Ну, в том числе, ссылаясь на то, что она не участвовала в художественной самодеятельности. Освободилась, отбыв наказание полностью Марина Нагина в январе 2014 года, если мне не изменяет память. Но версий тогда на самом деле было несколько. То есть Марина себя виновной не признала. Совершенно бредовые ходили версии, конечно, о том, что сбила Алису Суворову вице-губернатор Мария Гайдар. И сразу после этого уехала из Кировской области. Вообще, откуда берутся вот эти вот все непонятные вещи? Была история о том, что могла быть сбита девочка какими-то большими людьми, условно говоря, и большими людьми в погонах. Правда, к сожалению, никто не знает. Проводились экспертизы же, да, там, по-моему, «Синие ведёрки» занимались, да? И «Синие ведёрки» занимались. Строили различные версии на основе вот этих фактов, которые есть. Мы поняли, что можно по-разному это повернуть. И вот наглядный пример, буквально ДТП с участием Ефремова, адвокаты тоже теперь соорудили такую версию, по которой... Ефремов не виноват, виновата машина там или ещё что-то. Ладно, дальше едем. В февраль 2011 года в Киров, тадам, впервые приезжает Владимир Путин. Владимир Путин тогда был в статусе премьер-министра, я напомню, да, и ждали его 3 февраля с самого утра. Да, это была зима, это было холодно, да, ждали, но приехал он, по-моему, только около 4-х часов дня, все замёрзли, естественно. Насколько я помню... Да, тогда мы узнали, что Владимир Путин... Любит опаздывать. Любит опаздывать, да. Любит опаздывать, совершенно верно. Нас никто не предвидел. И его повезли в строящийся тогда микрорайон Солнечный берег, показывали ему жильё эконом-класса, и, по-моему, он даже побывал в гостях у кого-то из новосёлов и сделал кому-то подарок. После этого в правительстве области прошло совещание по строительству, вот, и Владимиру Путину, естественно, подарили дымковскую игрушку, ему подарили ладью, в которой рулевым оказался медведь. И, как Путин это прокомментировал, значит, мне сегодня подарили очень красивый и традиционный для Кировской области подарок. Это такая ладья, где мы все вместе. И я так понимаю, это символизирует, что мы все в одной лодке. Раскачивать которую совершенно нельзя. Нельзя, нельзя, нельзя. Но в 2011 году этим ещё занимались. Да, да, да. А я хотела ещё по поводу Путина добавить. Была же встреча, ну, естественно, как не повидаться с главой региона и не послушать отчёт, о чём у нас отчитывался тогдашний губернатор Никита Белых. О борьбе с безработицей, про что мы теперь вообще не помним, что у нас такое было, и у нас отчётов таких уже каких-то перед главой государства нет. Подожди, скоро снова всё появится. Ну, это... Так? О борьбе с безработицей. О борьбе с безработицей. Долги по зарплатам контролировались аж на федеральном уровне. Ну, речь шла о молоте и, видимо, ещё... Несколько предприятий. Да, мы в моногородах. Увеличение зарплат учителям. Ну, вот этот более-менее ещё вопрос периодически всплывает, но тоже у нас же есть план. Мы ему следуем. Вот, тоже интересно, как менялись вот эти актуальные темы, которые контролируют власти. Да, но я должна напомнить, что Владимир Путин был не первым высоким чиновником, фактически, там, в ранге одного из руководителей государства, который Кировскую область посетил при Никите Белых. В девятом году приезжал тогда президент Дмитрий Медведев. Когда мы узнали, да, что там, как готовиться к визиту первых лиц. Да, да, когда были развешаны на подъездах объявления с просьбой не высовываться в окна, да, работают снайперы, пожалуйста, там, да, и когда были закатаны люки и железнодорожные переезды, а потом это все отскребали, отколупывали. А вот когда Путин приезжал, кстати, мы ведь очень серьезно действительно отнеслись к этим предупреждениям по поводу снайперов. Наше здание же, ну, не секрет, ни для кого рядом со зданием правительства. То есть, предположительно, там наверху могли дежурить снайперы. Мы тут сидели, тоже вот ждали приезда Путина. И старались не выходить. Да, и не подходить к ним, чтобы, ну, мало ли что, как там отреагируют люди на крыше. Да, а, кстати говоря, о дымке, Дмитрий Медведев ведь, насколько я помню, в девятом году вылепил дымковский грибок. Очень интересна судьба этого грибка, на самом деле. Надо будет спросить в Вятском художественном музее, куда он делся. Ладно, март 2011 года, это выборы в законодательное собрание. Ну, и фактически тогда, я не знаю, можно это назвать сокрушительным провалом Единой России или нет, но практически паритетные были результаты, да, то есть Единая Россия, оппозиция. Я сейчас просто вот немножко к цифрам обращусь. Единая Россия по итогам выборов в ЗАГС собрания набрала 36-69% голосов избирателей, Коммунистическая партия 22 с небольшим процентом, Справедливая Россия 21%, ЛДПР 17%. И общая картина состава депутатов 5-го САЗО выглядела таким образом. Единая Россия занимала 27 мест, КПРФ 10, да, Справедливая Россия 10, ЛДПР 6 мест, и самого движенец был один. Я помню, что там потом с течением времени менялась вот эта расстановка сил. Кто-то из КПРФ, по-моему, уходил во фракцию Единая Россия, и все-таки был у Единой России небольшой перевес. Вот, но по итогам вот этих вот выборов был достаточно интересный созыв в ЗАГС собрания, там и бойкоты были, и чего только не было. Да, мы узнали, что такое демарш, потому что у оппозиции хватает сил для того, чтобы заблокировать какие-то действия. Тогда же, кстати, появилось вместо двух замов от Единой России у спикера четыре от разных, от всех партий, то есть они там себе демократически что-то пробили. Но вот для сравнения, что мы имеем сейчас в ЗАГС собрании? 37 у нас единороссов, теперь власти учли уроки прошлого и нарастили там свое количество. Мышечную массу нарастила Единой России. Но вот недавно буквально мы увидели, что не пришло несколько человек, и все, и все. И оппозиция снова продвигает там свои какие-то принципиальные вопросы. Посмотрим, ладно, как будет. Все, значит, лето 2011 года, если кто не помнит, у нас был фестиваль блогеров. Никита Белых на свои средства пригласил сюда, в наш регион, несколько именитых. А блогеры тогда, это вот, я даже не знаю, это были такие люди, которые продвигали культуру в массы, что называется. Никита Белых тогда пригласил нескольких человек. Ну, приезжал, я помню, Александр Плющев, Сергей Доля. Приезжал очень известный блогер, писавший тогда о путешествиях. Приезжал Тим Кирби, американец, который жил в России. Ездили они в Истабенск на праздник огурца. Ну, и после того, как они... Это в том же году все правительственные чиновники тоже поехали в Истабенск? Да, конечно, там была большая такая, большая компания, но их, естественно, поводили по городу Кирову, естественно, все им здесь показали, город Киров и Левятка. Если ты помнишь, Никита Юрьевич же даже проект записывал, прогулки, да, вот с губернатором. Я помню, тогда приезжал идти на Канделаки, да, и Никита Юрьевич водил вот этих вот известных там российских каких-то гостей по нашему городу и рассказывал. А так роднополисы же в 2011 году появились, да? Да, роднополисы появились в 2011 году, совершенно верно. А вот по поводу блогеров я бы, кстати, хотела вопрос задать Васе Пускальну, которому мы будем сегодня звонить, потому что вот в то время на заре там существования нашей станции мы пытались, по-моему, создать некий пул кировских блогеров, чтобы тоже там люди что-то писали, и Вася нам расскажет, чем это закончилось. Зачем эта попытка закончилась, да. Была ведь еще Федерация свободных блогеров, я помню, ФСБ это называлось. Что? Да, да, да. Между прочим, в Политехии это ФСБ заседало какое-то время, Лев Саламатов, насколько я помню, эту идею продвигал, но не очень долго прожил проект. Значит, что еще было в 2011 году? Тоже предложение от Никиты Белых, прозвучало оно, по-моему, в январе вообще 2011 года, это история с музыкальным театром. Я напомню, да, предполагалось построить или расположение в Доме офицеров, либо оперный, либо музыкальный театр. Никита Белых тогда говорил, что нам не нужен огромный зал, то есть пусть это будет 500-600 человек. И это, видимо, была такая попытка решить проблему Александровского костела. То есть вот эту площадку филармоническую передвинуть туда, на Дрелевского, в Дом офицеров, да, а костел все-таки либо передать католикам, либо еще как. Ну вот и всем приезжим и губернаторам не хватает здесь все-таки культуры, и, насколько я помню, Игорь Васильев тоже... Первое, что надо построить концертный зал. Ну вот, строим до сих пор, года эти четыре. Так, у нас, я так понимаю, что есть телефонный звонок, верно, да? Да, Василий? Да, я на связи, всем привет, очень рад вас слышать. Василий Пускалин, журналист-фрилансер, который сейчас живет в Москве, а в 2011 году Василий был шеф-редактором службы информации нашей радиостанции. Да, Вась, вот мы не добрались еще до финала там событий 2011 года, но основные из них я тебе писал, да, ну то есть это вот мы сейчас про фестиваль блогеров говорили с Ольгой. Помнишь ли ты, как поехали в Истобенск? Он был в Истобенске, но на самом деле я там был, ничего не понял, мне кажется, это было какое-то очень проходное мероприятие, потому что про квасы знают все, а про огурец, видимо, уже никто. Да, я имею в виду на федеральном уровне. Все соцсети, живой журнал тогда еще был, все писали про этот огурец, как все едут в Киров, всех это очень достало, все, кто в этом не участвовал, блогеры из других городов, все очень ругались на это мероприятие. Я думаю, что Никита Белых просто хотел вот как-то повысить свой индекс цитируемости, собрать блогеров со всей страны, чтобы вот они с него сфотографировались, про него написали, и я, честно говоря, не очень понимаю эту историю. Вася, слушай, помнишь, мы когда-то хотели собрать некий пол блогеров, чтобы они писали для сайта или вообще, чтобы были в Кирове свои собственные блогеры, и попытка эта оказалась не очень удачной, и до сих пор, по-моему, ничего такого не произошло. Можешь напомнить, как это было, что мы писали людям, что они нам отвечали, сколько денег просили за посты? Денег просили? Было такое, да. Я, честно говоря, плохо помню, как это все было, но да, были те, кто просил денег, но это была не основная проблема, хотя мы не были готовы платить за посты. Основная проблема была в том, что пишущих людей очень мало, не только в Кирове вообще, а в целом в регионе. И, насколько я помню, это была инициатива вообще в Венедиктово, потому что тогда существовало такое вот электронное издание «Паблик пост», Наргиз Асадовым занималось, и они как раз вот аккумулировали блогеров из региона в какие-то вот такие живые жизненные истории, городские проблемы. И мы пытались подключить Киров именно к этому. Включить в эту сетку, но как-то не срослось. По-моему, с блогерами и сейчас в Кирове не очень все хорошо. Вась, как думаешь, почему так? Ну, видимо, в Кирове люди не привыкли как-то открыто высказываться. До сих пор очень немного, чтобы люди писали реально какие-то связанные тексты о каких-то серьезных проблемах. Насколько я знаю, вот журнал «Семь на семь» потом занимался чем-то похожим, и вроде бы как у них что-то получалось. Но давно к ним не заглядывал, не знаю, чем закончилось. Нет, «Семерки» работают. Да, действительно, они начинались как площадка в том числе для блогов, но они сейчас в такое серьезное достаточно издание сетевое переросли, межрегиональное. Ну вот за счет других регионов преимущественно. Да. Еще хотела, Вась, тебе напомнить те события, которые мы сейчас обсуждаем. Мы не добрались еще с Ольгой до нескольких из них. Первое – это видеообращение Яраничей к Дмитрию Медведеву. Там пятиминутное было обращение, люди жаловались на то, насколько плохо жить в Яранске, что там все закрылось, учиться негде, работать негде. Город, значит, разрушается, и молодежь оттуда бежит. Вот. Строительство Макдональдса. Сначала споры вокруг участка возле цирка, там, где сейчас находится Макдональдс. В итоге строительство первого Макдональдса все-таки на улице Воровского, насколько я помню, да, и потом уже строили вторую цирку. Это тоже уникальная история, потому что Макдональдс, насколько я помню, изначально в Россию вообще заходил только в города с миллионом жителей и больше, да. А в Кирове построили сразу два. Причем город-то у нас далеко не миллионник. Естественно, продажа, нет, не продажа земли, там, выделение участка земли в Парке Победы. То есть вот это старт истории, фактически, да, с Парком Победы. И то уже, судя по всему, не старт. Да, ну там еще в 2007 году были какие-то предварительные действия продуманы и сделаны задолго, заранее. Да, и вот итог этой истории мы до сих пор еще не видим, то есть сейчас только все это развивается. Стирол в перинатальном центре, кстати, в нашем опросе на нашей страничке ВКонтакте это, по-моему, событие набирает больше всего голосов людей. Мы их спрашиваем о том, какое событие из 2011 года. Вы помните, люди говорят, вот стирол в перинатальном центре. Ну и, естественно, выборы в законодательное собрание. И вот эта история с практически равным положением там, да, у Единой России и у оппозиционных фракций. И выборы в Государственную Думу в декабре 2011 года. И те митинги, которые были в Кирове, они по всей России тогда были, но в Кирове они были уникальны. Даже в Википедии, по-моему, это отмечено, что в митинг, например, 24 декабря, это согласованный был митинг, в Кирове был уникален тем, что на него пришел Никита Билев. За счет того, что губернатор, да, выходил туда. Но вообще 2011 год, это, правда, год выборов и митингов в первую очередь, и в том числе в Кирове. Но мы результаты ведь до сих пор по всей стране, видимо, вот этих акций пожинаем в виде всяких запретов, да, там. Ну и там законов. Медведев там, как это сказать-то, распустил народ за время своего президентства. Расклады, да, расклады именно в Кирове. Я помню то, что мы буквально жили в редакции, когда все это происходило, было очень много новостей, нас не хватало на все, и было два таких забавных момента. Первый, это была, по-моему, ночь как раз, почета голосов в марте, когда выбирали законодательное собрание. И я ночевала в редакции, все остальные пошли отдыхать, чтобы утром заступить на смену уже со свежими силами. Мне позвонил кто-то из «Справедливой России» Кировской и сказал, а хотите интервью с депутатом Госдумы? Это было прямо там посреди ночи буквально. У нас никого нет, ну, я согласился. Приехала Татьяна Москалькова, которая сейчас полномоченная по правам человека в России. Тогда она была депутатом Госдумы, справедливой России, и, видимо, приехала поддержать своих однопартийцев в Кирове. Я не знал, кто это такая, я не понимал, что с ней разговаривать. Мы сидели в студии посреди ночи, пытались записать интервью. Меня поразило, что она говорила какие-то вещи, вот просто абсолютно как Навальный. Вот как будто она просто сидела и зачитывала его блог. Вот, да, за честные выборы, за наблюдателей и так далее. Я не помню, чем все закончилось. По-моему, оно у нас не вышло, потому что, ну, там, не особо что-то получилось, и без этого хватало новостей и интервью, но меня вот это поразило. Потом я загуглил, узнал, что она бывший генерал МВД, и вот эта вот риторика. Вот, и я увидел, как вот выглядит такой прожженный настоящий политик, который готов принимать любую форму, в зависимости от ситуации. И теперь мы видим ее на должности уполномоченного по правам человека. А вторая история, которую я запомнил, это уже было после выборов. Мы ездили на фестиваль вместе радио, и там были люди из разных регионов, радищики, слушали какие-то материалы, свои выпуски новостей, и мы туда представили вот итоговый выпуск новостей про выборы мартовские в 2011 году. Вот, и люди из каких-то регионов, типа Мордовии, просто слушали это, хватались за голову и говорили, вы не боитесь, вас вообще как бы там не убьют. Потому что мы рассказывали о нарушениях, причем мы рассказывали о них со слов официальных лиц, да, в том числе представителей избирательной комиссии. У нас это в регионе все было как-то ровно нормально, публично. Это не было какой-то такой вот полуподпольной ползучей деятельностью. Мы работали как нормальные журналисты, освещали то, что происходит, а для людей из других регионов это казалось чем-то вот таким вот, как в Америке. Да, Вась, слушай, вот взгляд из 2011 года в наше время, или наоборот, из нашего времени в 2011 год. Такой небольшой анализ. Почему все закончилось? Что случилось-то? То есть люди-то ведь не изменились, все те же самые люди, и в обойме, что называется, и в Москве, и в Кирове. Ну, в Кирове за исключением, естественно, там, да, вот все верхушки региональной власти, да. Люди вроде те же самые, ну или с небольшими там исключениями. А ситуация изменилась кардинальным образом. Я вот вчера резала комментарии Никиты Юрьевича с митинга, да, и выступающих людей. Я не представляю себе, чтобы сейчас это было возможно в Кирове. Ну, я не буду оригинальным, мне кажется, просто, вот есть такая метафора, что как лягушку варят, кладут в холодную воду, а потом постепенно ее нагревают, и она уже оказывается вроде в кипятке. Мне кажется, вот за последние 8-9 лет с нашим обществом сделали примерно это. Или любимая еще метафора про свежий огурец в бочке с солеными, да, вот ты про это, да, Вась? Ну, в целом, да. Да, Вась, спасибо большое. И мы тут еще вспоминали одно событие 11-го года. Это елка искусственная, которая появилась наконец-то в Кирове, а до этого, в начале 11-го года, была елка-ершик. Вот это вот история, конечно. Но я думаю, что кировчане могут посмотреть фотографии в интернете, набрав елка-ершик. Это вот достаточно распространенная история. Всего 10 лет прошло, на самом деле, а забылось уже. Спасибо, Василий. Ну, можно сказать, что современное искусство. Да, да, спасибо. Василий Пускалин, журналист, фрилансер, наш коллега, был с нами на связи. Вот, значит, те события, о которых мы говорили. Парк Победы. Ну, вот Парк Победы действительно достоин того, чтобы сейчас послушать два комментария. Один из них – это жительница, которая приходила на общественное слушание, жительница нашего города. Да, можно расскажу предысторию. А потом расскажу у нас в эфире. Произошли, как всегда, теперь, как мы уже привыкли, тайные публичные слушания, общественные слушания по вопросу, которые, если прочитаешь, ты не поймёшь вообще, о чём речь. Изменения в генеральный план правила землепользования и застройки. Вот, на которые пришла… Участок с кадастровым номером таким-то, таким-то, цифр, двоиточие. Попробуй понять, что это. Пришло очень мало местных жителей туда. И вот женщина Наталья, которая была потом у нас в эфире, рассказывает, что там было. А эфир ввели в то время у нас Елена Овчинникова и Павел Шапкин. Вы были на слушаниях в городской администрации, где как раз поднимался этот вопрос жилой застройки. Что вы услышали и были ли вы согласны с мнением тех, кто говорил о начале строительства? Ну, с мнением была не согласна, потому что, мне кажется, после того, как будут застроены жилые помещения, мне кажется, и продолжение будет. А я знаю, что вас приличали, было сказано, что там будут фонтаны, спортивные какие-то штучки, там залы спортивные. Да, но ведь это все будет платно. Я задавала вопрос, будет это платно или бесплатно. Ну, конечно, они сказали, что, скорее всего, что это будет платно. Какое жилье там будет построено? Вот для меня, мне это напомнило коттеджный поселок. Дома, скорее всего, будут двухэтажные. На первом этаже будет располагаться спортивный комплекс. Какого типа я там не знаю. А на втором жилое помещение, ну, типа как частного сектора. Вам позволили выступить? Что вы сказали? Я сказала, что я против. Я не хочу, чтобы последнее, что у нас в нашем районе есть, у детей как бы это забиралось. То есть даже это пустырь. Да и народ как бы, когда есть разрешение, туда ведь ходят как бы и на шашлыки с детьми гулять, и как бы это все. Ну, а если застроится, так ведь и этого не будет. Конечно, этого не будет. А мое предложение лично было, вот, чтобы построили детям детский городок, нормальный, вот, в котором на самом деле будет очень уютно, всем комфортно, даже не просто детям, и взрослым, чтобы можно было отдохнуть семьей. Как это реагировали на ваше выступление? Молча. Сам застройщик, вот, который хочет застраивать пустырь, это вот тоже застройщик, который построил корты. Он хочет, чтобы там вот было вот все организовано, именно вот с этими жилыми комплексами, с каким-то фонтаном, очень красивым, с дорожками. Но это все будет, мне кажется, ограждено забором. Мне кажется, доступа туда не будет. Напомним, что застройщик – это Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения, соучредитель которого буквально недавно по пересмотру своего уголовного дела получил… Пять лет, семь месяцев лишения свободы, Леонид Ефаркин, да, совершенно верно. Да, и в этом же эфире была Ирина Васильевна Рубцова, начальник управления градостроительства, архитектуры администрации Кирова. Да, как мы узнали, на суде одна из тех, чьими руками проворачивалась вот эта вот, да. Но Ирина Васильевна говорила о том, что она, в принципе, там подписывала и направляла там на подпись, видимо, те документы, которые просили ее подписывать и направлять. Ну, а главная задача, чтобы видимость была, что все это законно и правильно. Ну, там, да, да, продумали определенную схему. Ирина Рубцова сейчас послушаем. Про схему как раз. Градостепельная деятельность, она имеет очень много этапов, да. Начиная от документов территориального планирования, заканчивая конкретно принятым решением о разрешении на строительство. В настоящее время мы говорим о конкретном этапе, о внесении изменений или возможности внесения изменений в генеральный план города Кирова. Действительно, зона рекреации, по земле заказательной зоны рекреации можно использовать по строительству спортивных объектов. Имеется предложение о изменении части парка, которую мы привыкли называть в границах приемных улиц, в другую территориальную зону по генеральному плану. Сам гражданский кодекс развивает, что должны быть публичные слушания. Поэтому принятие решения будет городской думой по результатам публичных слушаний, где будут высказаны все мнения по этому поводу. Поэтому речь о строительстве конкретных объектов пока вообще не идет. Речь идет о том, что должно быть рассмотрено возможности внесения изменений в генеральный план. Чья была идея застроить вот этот участок тогда, как люди конкретно совершенно хотят детскую территорию? Вы можете назвать? Ну, просто говоря, все идеи, которые исходят для того, чтобы вносить в генеральный план и правил застройки, конечно, исходят от определенных лиц. Администрация города, городская дума обязана эти все предложения рассматривать. Огромное количество людей не хочет, чтобы в этом парке появились жилые дома. Что нужно сделать, чтобы администрация услышала и не начала там строительство? Ну, в администрации нет, что там строительство, безусловно. Решение будет принимать Кировская городская дума. И в первую очередь, как раз для того, чтобы дума могла принять адекватное решение, необходимы результаты публичных слушаний, участие в них. Вот, и как мы знаем, дума приняла решение. Да, и вот как вот все звучит. Решение принимает дума. Мы просто вот нас попросили, но мы обязаны организовать вот публичное слушание, но на которое никто не придет, потому что мы о них не расскажем. И, кстати, именно тогда, по-моему, началась вот эта вся тема с тем, чтобы сделать публичные слушания действительно публичными, чтобы они не были там анонсы замурованы где-то на сайте городской администрации, и о них даже не знали и местные жители, и депутаты. Депутат Альберт Бекалюк, который в то время тоже был представителем того округа, в нашем эфире говорил, что я буду писать обращение, чтобы хотя бы депутатам от округа сообщали о том, что будут проводиться там какие-то публичные слушания, чтобы у них было... По вопросу строительства каких-то изменений в моем округе, да, депутатский. Ну и мы наблюдаем, что ничего, собственно... Не изменилось ничего, все закопано. Мы делали попытку, кстати, в нашем эфире даже анонсировать эти публичные слушания, но как-то вот вся эта история сошла на нет, потому что не прислушалась к нам администрация. Так, мы сейчас делаем перерыв на рекламу, после этого мы попробуем связаться с Дмитрием Русских, депутатом Законодательного собрания 4-го и 5-го созывов, выясним, как ему работалось в то время. Да, программа наша продолжается. С нами на связи Дмитрий Русских, депутат Законодательного собрания Кировской области 4-го и 5-го созывов. Дмитрий Михайлович, добрый день. Добрый день, Аня, добрый день, все слушатели, я мэш-то Москвы. Добрый день, Ольга Болезина, моя коллега, да. Дмитрий Михайлович, слушайте, у меня к вам просьба. Можете вы вот сейчас побыть с нами на связи, на линии? Мы хотим, чтобы вы тоже послушали этот кусочек, вырезанный из выступления Никиты Белых на митинге 24 декабря 2011 года. Мне кажется, это показательно просто будет, что вообще тогда с клиентами... Правильное дело, да. Да. Я впервые на самом деле увидел, что власть действительно воспринимает то, что формулирует общество. Я, собственно говоря, именно поэтому в 2008 году ушел из публичной политики. Я не видел формата взаимоотношений между властью и обществом. Да, то есть можно ходить на митинги. Да, я неоднократно задерживался ОМОНом, помечался в КПЗ в Санкт-Петербурге и в Москве. Но со временем это начинает утомлять, и в этом нет уже никакого драйва. И сейчас, когда я вижу те законопроекты, которые вносятся в Государственную Думу, которые касаются регистрации политических партий, политическую партию можно зарегистрировать, обладая всего 500 человеками, 500 членами. Не 50 тысяч, как сейчас, да, и что было непреодолимым барьером для большого количества политических партий. Когда для выборов в любые парламенты не надо собирать подписи. Когда говорится о выборности губернаторов, я действительно сказал, если потребуется пилотный проект, я готов первой сложить себя полномочиями и идти участвовать в выборах губернатора напрямую. Я готов это сделать. Но очень важно, чтобы в тот момент, когда власть делает шаг вперед и навстречу, не оттолкнуть и не сказать, идите все к черту, или куда еще здесь посылали. Здесь разговоры тогда не получится. Подобного рода предложение к конструктивному диалогу, это проявление силы, а не слабости. Вот разогнать дубинкой, это проявление слабости. Но, к сожалению, у нас не все это понимают и не все хотят это слышать. Давайте, секундочку, давайте лучше четче сформулируем, что требуется для того, чтобы действительно выборы были честными и прозрачными. Предложено сделать там... Графа против всех! Возможно, графа против всех. То есть, вот, пожалуйста, когда звучали те предложения, которые должны быть внесены в избирательное законодательство, звучали и графа против всех, звучали и новые правила для регистрации партии, для сбора подписей. Часть из этих предложений уже сейчас внесена. Отлично, может быть, действительно, тогда сейчас там направить силу на то, чтобы сформулировать новые требования по поводу внесения снова в графу против всех в избирательный бюллетень. Может быть, так. Я... секундочку. Поэтому я говорю, на сегодняшний день очень важно, чтобы гражданская активность, которая существует и в Кировской области, и в стране в целом, чтобы она носила не разрушительный характер, а созидательный. Здесь практически каждый, кто выступал, говорил, мы не революционеры, мы мирные люди, мы хотим, чтобы наш голос был учтен, чтобы наша позиция была учтена, чтобы нас уважали. Я уважаю вашу позицию. Я уважаю ваш голос и ваше отношение к тем процессам, которые происходят. Именно поэтому я здесь. Спасибо. Вот такое выступление. Губернатор на протестном митинге. На протестном митинге губернатор, который говорит, что те, кто бьют людей на митинге дубинками, они проявляют свою слабость и не силу. Это 2011 год. То есть это до Болотной, это до всех вот этих вот показательных процессов. Почему нет? Подожди, как? Нет, это 2011 год, декабрь. Да, да, да. Это как раз уже после выбора в Госдуму. Да, это после выбора в Госдуму, совершенно верно. Но это до Болотной. Болотная была в мае 2012 года. То есть вот тогда мы увидели эти первые показательные задержания и первые показательные процессы. Я думаю, что это как раз после итога выбора в Государственную Думу, когда начиналась волна протестов. Совершенно верно. Да, да. Но в данном случае тогда уже ситуация была такая горячая. Уже все понимали, что на выборах произошел в Госдуму какой-то очередной обман. При этом я хочу вернуться в март 2011 года, когда на выборах в ЗАГС собрания оппозиционные партии в законодательном собрании Кировской области сформировали 25 кресел. Из 54, это практически почти половина. 26 даже мы с Ольгой считали. 26, да. Там потом ушло. Да, да. Никита Юрьевич уже как бы поимел чуть раньше то, что сегодня фактически там три оппозиционные партии фактически имели половину в ЗАГС собрании. Дмитрий Михайлович, а вы ходили вот на те митинги в декабре 2011? Что за атмосфера там была? Да, я ходил, я видел. Значит, тогда атмосфера была такая, знаете, такого драйва, что в принципе, как бы понятно, что основная часть это была молодежь. Значит, они понимали, что в общем-то то, что происходит и произошло на выборах в Госдуму, это не в их интересах и страна должна развиваться вперед и обманывать уже смысла нет никакого и никого. То в данном случае, конечно, как бы тогда был такой оттепель начинался и все думали, что это начало перемен. А было ли ощущение, что люди верят, что от их слова что-то зависит, что вот будет какая-то реакция в их интересах после этих выступлений? Ну, смотрите, тогда же уже все поверили, обратно возвращаясь в март месяц, да, когда мы фактически там оппозиционные депутаты, ну, кандидаты тогда еще в городе Кирове, по-моему, из девяти округов взяли шесть. Я думаю, что пришли совершенно те люди, за которых люди голосовали, и то, что если мы пойдем все на выборы и будем голосовать и потом следить, чтобы нас не обманули, это имеет какой-то определенный результат. Я думаю, что в тот момент, конечно, у людей была надежда, что в принципе что-то они могут менять. И я тоже верил, что мы что-то можем менять, на самом-то деле. А вот вспомните, спустя еще полгода у нас были выборы с депутатами-пятисоточниками, это была вот тоже своего рода реакция на вот эти выступления и там на угрозу лишиться еще в Кирове и гордумы? Ну, гордума тогда по стечению всех обстоятельств и такого голосования в городе на ЗАГС Собрания в поддержку не членов партии «Единая Россия», а протестных депутатов, да, имела все шансы стать на тот момент еще более оппозиционной, чем ЗАГС Собрания. Мы эту тенденцию на самом деле видели, но на тот момент, я так понимаю, что группа лиц олигархического направленности тогда были не готовы отдать город под честное голосование, но это всем тогда известная у нас была группировка ШБК, Шаклеен-Березин-Крепостнов, а тогда это было уже ККБ, это Крепостнов-Гозман-Березин, да. И понятно, что во главе этой всей истории они хотели сохранить господина Быкова, главой города, еще на один срок, как минимум. Как все заканчивалось. То уже противостояние пошло немножко уже другое. Здесь прошло бабло, но начало побеждать добро. То в данном случае это уже были их интересы, именно город Киров. И они на том фактически проигрыше в ЗАГС Собрания сделали выводы и поняли, что они не готовы потерять город, особенно в тот период, когда еще в полном разгаре была приватизация коммерческой недвижимости в городе Кирове. Да, Дмитрий Михайлович, буквально минутка у нас остается. Еще хотелось бы ваш комментарий по Парку Победы все-таки услышать. Мы уже слушали здесь вот, Ирина Рубцова рассказывала о том, что, конечно же, будут принимать решения депутаты городской думы. Это было еще в том созыве. На основании решения личных слушаний. Все, что происходило, это было как раз последствия того, на что была рассчитана победа пятисоточников любой ценой, за любые деньги, с грязными технологиями, для того, чтобы город сохранить в группе вот этой коммерческой олигархической структур и во главе с господином Быковым. Потому что это все было продолжение, у них были планы. И на тот момент, конечно, уже тогда Владимир Васильевич Быков уже знал, что ждет Парк Победы, и он медленно, но верно к этому этот парк вел, находясь в любом случае на должности главы города. Спасибо большое. Дмитрий Русских был с нами на связи. Мы с Дмитрием Михайловичем, депутатом законодательного собрания 4-го и 5-го созывов, будем в наших последующих программах, разумеется, связываться неоднократно, потому что он часто там, да, в центре каких-то событий находился. Я бы сейчас еще хотела все-таки, чтобы мы послушали небольшой комментарий генерального директора группы компании «Инмедиа» Романа Данилина, да, о тех людях, которые поддерживали тогда нашу радиостанцию на старте, и многие из них остались с нами и сейчас, за что им большое спасибо. На самом старте эхо мы даже сами не ожидали. На самом деле количество компаний, предприятий, бизнесменов, которые готовы были рискнуть, да, уже своими деньгами там поддержать заход такого интересного проекта в наш регион эхо Москвы, их оказалось, повторюсь, немало. Это Банк Хлынов, Илья Павлович Прозоров, Спецмонтаж, Миронов, ССК, Денис Ильич Крутихин, очень хорошо помню нашу первую встречу, Царствие Небесное, Торгово-промышленная палата под руководством тогда Липатникова, Мотор, Сандалов, Колбин, Фонд поддержки предпринимательства, Кузбасские угли, Дмитрий Михайлович Русских, ВятГУ, Пугач, Стройбат, Кирово-Чепецкий хлеб, Вятич, Курагин. И очень интересно, что с самого старта эхо с нами начали работать все парламентские оппозиционные партии, абсолютно все. Справедливая Россия, КПРФ и ЛДПР. Единая Россия с нами на старте не работала. Еще было много компаний. Были и небольшие салоны красоты, были стоматологии, ювелирщики, строительные магазинчики и так далее. На самом деле список достаточно большой. Повторюсь, озвучил тех, с кем помню сам эти первые переговоры. Что меня очень радует в этом вопросе, что большинство перечисленных структур с нами работают по сей день, являясь надежными стратегическими друзьями и партнерами эхо Москвы. Роман Данилин, генеральный директор группы компании «Медиа», сейчас рассказывал о том, как в 2011 году старт нашей радиостанции был поддержан бизнесом. Мы с Ольгой Близиной на этом прощаемся. Программа «Очевидцы» вернется в эфир через две недели уже 2012 год. ОЧЕВИЦЫ ДЕСЯТЬ ЛЕТ В КИРОВЕ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова